Ну что же, добрый, добрый день или доброе даже утро, друзья. Мы начинаем наши трансляции из Крым, М из Перми, ну и давайте к действующим лицам данного поединка. Начну с бригады судей Мария Макшеева, главный судья из города Чебоксары, ей помогает Полина Кольцова и Мария Ткачева. Полина Кольцова, Московская область, Мария Ткачева, Москва, ну и резервный судья Ксения Горячева. Номер второй Анастасия Надымова, номер восьмой. Рискак, ух какая сейчас потеря, Жуковой подарили мяч. Посмотрим, чем этот проход Валентины закончится. Ну и все, Жукова должна забирать, ух какой момент, и должен гол забиваться, и гол забивается. Какой же курьезнейший мяч сейчас влетает в ворота звезды. Просто неразбериха настоящая, и, во-первых, подарили мяч сначала Валентине Жуковой, а потом уже и еще и сделали все для того, чтобы этот гол был забит. Ну, это, конечно, спокойно, но тут даже я не знаю, что сказать, честно говоря. Я думаю, вы сами все видели, курьезнейший момент, отскочил мяч, и уже после этого, еще через паузу такую, еще там между ног нескольким, Бахтина забивает этот гол. Получился тоже такой курьезный момент, и, наверное, помогла даже соперница Миляева. Вот сейчас мимо нее проходит опять-таки игрок к длинной передаче, смещается дальше вдоль, и снова она на мяче, и вот такой удар. Тут борьба как раз у Щербининой, выигрывает очень здорово. Яна Шолгина делает подачу, и вот такой удар. Вынос вперед, и, пожалуйста, может он пройти, Кулинич успеет. Да, успевает Кулинич, но теперь Жуковой надо выходить. Резервный судей рядом. Никто не находился, значит, команды продолжают играть теми составами, которыми и начинали. И, значит, она мяч туда выбивала, но вот тут Жукова разворачивается. Передача, может быть, иногда на фланге полезен. Так может она мяч протащить, и регулярно туда, правда, приходит еще Ибрагимова, и в помощь. И Данивировый мяч доходит, пробивает она, и забивает гол. И, по-моему, не верила сейчас, просто не верила Ирина Кузнецова, что этот мяч может зайти в ворота. Отмечаем то, что пошел он по неберущейся дуге. Посмотрите, как подсекся мяч, и полетел вот так вот в верхнюю девятку, опустился и сравнялся счет. И сумела она Надымову перед этим переиграть. И вот так вот отыгрывается звезда 2005. Степанова, Кадикова сразу на вес. Ну вот снова доходит мяч до Неверовой. Хорошо, Анна Ибрагимова играет, и Ибрагимова пробила. Попала в соперника, тут же Неверова накрывает попытку уйти. Ну, конечно, пробует Надымову страховать. Если она подустала, до Жукова мяч не дошел. Но, правда, дошел до Трикина, и Трикина сама отдаёт на Ибрагимова. Ибрагимова вот как убирает. Да, это прям было ожидаемо, что Ибрагимова сыграет хитро. Тут какой удар, и мяч! Тоже, на самом деле, попадет в створ. Неверова не знаю. Смотря на свой, может быть, и не самый высокий рост. Сейчас хорошо верховую борьбу выиграла. А это уже ухо опасно как. И, знаете, сама же Софья, она может теперь исправиться, сделав хорошую передачу. Передача на ближнюю штангу, и там справляется защитница Кузбасса. И вот такой вот удар встречный. И перекрыть. Ну и всё. И, собственно говоря, добавлена, видимо, была всего лишь одна минута. И у нас серия пенальти. Видел я, что кто-то в комментариях из вас уже эту серию ждал. Ну и вчера Жуковой отразить удары не получилось. Была штанга одна у Дончанки. Два мяча забили. Хороший удар разводит вратаря и мяч. Ну и вот Полина Снегирева. Что ж, попытка номер два. Забивает. Забивает просто простым и точным ударом. Ну что ж, Ирина Кузнецова. Вот это да. Вот такое противостояние мы сейчас посмотрим. И катит по центру максимально неудобно. Это уже футболист, который вчера не пробивал. Чётко, чётко в угол ворот. Да, где же вчера были все эти девчонки? Забивает, несмотря на то, что было касание Кузнецова. Кристина Голощокова, по-моему. Да, Кристина Голощокова. Пятый удар. Катит мяч низом. И на этом серия пенальти заканчивается. Так что давайте и в следующий раз не спешить. Всё-таки Кузбасс не забивает. В серии пенальти, но если бы два раза в серии пенальти команде не повезло. И ведь, если так брать именно результаты, то не проиграла ни одной игры на турнире. Пермская звезда 2005. У неё были все победы на групповом этапе. И вот две ничьи в полуфинале и в матче за третье место. Но в серии пенальти уже вот сложилось именно так. Не знаю, если бы...